Все знают, что произошло 2 декабря. 2 декабря произошло событие, которое попросту перевернуло мои представления о парламентаризме и о процедуре принятия на должности министров, кабинета министров Украины. Оппозиционеры ожидаемо отказались голосовать, мотивируя тем, что среди 40 с чем-то миллионов украинцев почему-то не нашлось кандидатур на должности министров. Надо было обязательно тянуть иностранцев. А самое главное, что среди 40 миллионов людей, которые живут в Украине, не нашлось 10 кандидатур министров, которые были гражданами Украины, або, как минимум, этническими украинцами. Поэтому политическая партия, оппозиционный блок не даст голосов за голосование, за уряд, который пропонуется. Правда, по концовке они вообще решили не голосовать и уйти. Спрашивали, с какого хрена вы пришли в парламент, теперь вы постоянно уходить будете? Ну, да такое. Выступление Олега Ляшко было, как всегда, конструктивным и по делу. И мы не дамо нашим оппонентам. Это у вас ничего не вышло, вы развалили страну. Люди на захопленную террористами территорию, чтобы вы довезли те пенсии. Они грабуют и крадут у наших громадянщих. Слава Украине! При этом спикер парламента, новый спикер Гройсман, рассказал о том, что сегодня украинский парламент просто демонстрирует новые подходы вообще к парламентаризму. Я думаю, что сегодня украинский парламент демонстрирует все меньшие подходы, что до публичности, розгляда кандидатур на посаду министров. Петр Порошенко также был, в общем-то, в своем стиле. Мы продемонструем эффективные результаты. Слава Украине! Героям слава! Также Порошенко, вельможно, решил даровать гражданство направо и налево. Вот я знаю, что в Европе для того, чтобы получить гражданство, надо очень сильно постараться или прожить 10 лет, сдать экзамены и все такое. А Порошенко решил, что гражданство это типа продуктового пайка, к примеру, или просто почетной грамоты. Вот, почетная грамота от Порошенко. Ваше звернение до президента Украины, что до надения украинского гражданства белорусам, россиянам, которые с оружием в руках вместе с вами защищали честную независимость государства, я подпишу указ о присвоении, о надении им украинского гражданства. Выступление Яценюка тоже было достаточно предсказуемым. В общем-то, вот основное. Краина с морем войны. Миссия будет выполнена. Ну все же надо заслушать министров. Ну это же министры, это же не дворники в кабинете министров. Это люди, которые будут решать судьбы миллионов украинцев. Если будет необходимо заслушать министров, вы выясняете, шановные коллеги, я поставлю пропозицию на голосование и на этом поставим украпку. Депутатов, присутствовавших в зале, не устраивало голосование пакетом и предлагалось голосование за каждого министра по отдельности. В общем-то, это справедливое требование. Я и наша фракция не видела загрозы для коротких ответов и вопросов министров перед теми депутатами, которые их не видали, потому что они позафракционные. Мы предлагаем вам вынести поособовое голосование за каждого министра. Дякую вам. Мы, на превеликий жаль, с повагой относимся к министрам, но мы их не знаем, и тем более не знаем, какие программы они плануют делать, какие реформи они плануют делать. Если коалиция выдвигает министров, в каких есть четких биографиях, есть жизненный шлях, есть про что рассказать, то почему мы сейчас будем скрывать это? Давайте потратим еще час и почуем этих людей. Ляшко в том числе говорил, что надо голосовать, в общем-то, отдельно, и на каждого министра надо посмотреть. Ну, как минимум, надо увидеть министра финансов, которая непонятно откуда взявшаяся американка, правильно? Олег Ляшко, радикальная партия. Мы поддерживаем наших коллег-депутатов, что кандидатуры на министров, на руководство уряда должны быть обговорены, и украинское общество должно знать, кто идет к уряду. И я думаю, что все граждане Украины хотят посмотреть и на будущего министра экономики, и на будущего министра финансов, и на будущего министра охраны здоровья, где величезная коррупция, в том числе на тендерах, и на вице-премьер-министров. А обратите внимание, как нервничает Турчинов, слушая Ляшко. Он еще сыграет свою роль в этом позоре 2 декабря. Наши реформы должны быть спрямованы именно на это. В стране нужно радикальные действия, в интересах людей. И вот Турчинов берет слово. Он предлагает не тратить время. Ну на самом деле вопрос-то пустяковый выбрать министров для 40-миллионной страны. Он предлагает по 5 минут выделить там, послушали, да и все, и проголосовать. До 5 минут дать каждому претенденту на посаду министра, вице-премьер-министра, для того, чтобы с трибуны четко веги, не витрачаючи зайвий час. Давайте переходим до заслуховывания наших кандидатов на посаду урядовцев. И разом, я подкреслю, вся коалиция поддерживает наш новый уряд. Слава Украине! И вместе, все как один, 300 человек, нажмут, да, и все, и поддержим. Вместе, по-коммунистически, так как Турчинов с юности привык, находясь на постах в КПСС, да? Гройсман поддерживает Турчинова. Он говорит, да нафиг тебе 5 минут. 3 минуты? Трех минут достаточно. Ну вот, одного заслушивают. Кандидат на пост вице-премьера демонстрирует свою обизнанность, свой профессионализм, свою компетентность, когда говорит о том, что Украина провела Евро-2014. Если кто не знал, в этом году состоялся в Украине чемпионат Европы по футболу. Не знали, да? А спикер подгоняет. Давайте, давайте быстрее. Если все захотят задать вопрос, то это, ну, это слишком долго будет. Давайте быстрее, быстрее. Не успеваем. Надо же, что там, в рестик заехать вечером. Бухануть. Представитель свободы Ильенко подчеркивает, что он будет поддерживать своих коллег по коалиции в плане того, что за каждого министра надо голосовать отдельно. Более того, он будет на этом настаивать. Насколько он на самом деле будет на этом настаивать, мы увидим. Сейчас будет проверка слуха для всех вас. Спикер задаст вопрос. Есть необходимость задавать вопросы по поводу Кириленко? А из зала лично я услышал. Е, е, е. Поднялся гул. Что спикер сказал? Слушаем. Кириленко Вячеслав Анатольевич на посаду вице-премьер министра Украины, министра культуры Украины. От фракции, политической партии, Народный фронт. Есть необходимость задавать вопросы? Нема. Дякую, Вячеслав Анатольевич, нема. Без Яценюка эта телега не поедет. Не покатится она. Парламентарии против. Потому включается тяжелая артиллерия. Сам по себе тяжелая от ощущения собственной значимости. Премьер министр. Яценюк Арсений Петрович. Моя КТО, дозвольте завершити. Моя КТО, дозвольте завершити. Еще одна проверка слуха. Слушайте внимательно. До Айвериса есть вопросы? Нема? Нема. Нема вопрос. Нема вопрос до Айвериса. Ну какие могут быть вопросы до Айвериса? Гройсман вписывается за Яценюка. А Айценюк тем временем разводит. Рассказывает о том, что после этого вы запишетесь, зададите вопросы. Я прошу не заважать премьер-министру. После этого вы запишетесь на вопросы и задастесь конкретные вопросы конкретному министру. Нормально так? Нормально. Ну... И вот, намазав мылом, захотели втулить все-таки голосование. Но не получилось. Прошу народным депутатам вызначать. Народные депутаты не сдаются. Они не хотят плевать на закон. Они не хотят принимать министров, кандидатуры министров без обсуждения. Каждые кандидатуры по отдельности. Они хотят голосовать за каждого министра. По отдельности. Они пакетом. Они ведь не покупают какие-то скидки пакетом. Они принимают кандидатуры министров. И вот выступает представитель западного мира. Кандидат на пост министра экономики. Послушайте, что он говорит. Добрый день. Меня зовут Айвор Астабрамович. Я сегодняшний день граждан Украины. И все довольны. Аплодируют. Но только я скажу тем, которые аплодируют. Он все время это говорит. Он это повторяет. Как заученное. С сегодняшнего дня я являюсь гражданином Украины. Для меня это большая честь. Тем самым и сумасшедшая ответственность. Для меня большая честь. Я патриот Украины. Украина мне не чужда. Я женат на Украинке уже 10 лет. Последние 6 лет проживаю здесь. Я в принципе патриот Украины. 10 лет женат на Украинке. Последние 6 лет здесь проживаем. 3 года жил в Москве. 7 лет в Стокгольме. 6 лет в Эстонии. Половину года в Америке. На тот момент проживали или в Стокгольме, или в Москве, или еще где-то. С нуля с товарищами из Швеции сделал одну из самых успешных инвестиционных компаний в Восточной Европе. Я с нуля сделал с коллегами из Швеции очень успешную инвестиционную компанию, которая занималась деятельностью по всей Восточной Европе. Я из Европы. Будем работать по-европейскому. Не смешно, нет? Мне смешно. Потом спикер говорит, что, в общем-то, ему уже кажется, что пора уже ставить вопрос на голосование. Ну вот, ну кажется, пора уже. И мне сдаётся, что можно зараз ставить эти пытания на голосование в целом. Сломать сопротивление должен тяжеловес политической болтовни Турчинов. Сделав голос, как у тенора, он, рассказывая о том, что вы будете предателями, если вы не проголосуете, разводит лохов. Последний штрих. Давай, Турчинов. 300 народных депутатов должны поддержать состав кабинета министров, взявши на себя вместе с ними ответственность за ситуацию в стране. Я звертаюсь до всех народных депутатов, в том числе и позафракционных. Сделайте свой выбор, с кем вы, с теми, кто залишил свои места, как обычный зрадный, або с украинским народом, который защищает свою страну. Слава, Украине! Сопротивление сломлено. Или же народные депутаты делали вид, что они не готовы пакетом проголосовать за кабинет министров. Вспомните, кстати, обо всех тех, кто говорили, мы добьёмся, мы не согласны. Да, шановные коллеги, прошу голосовать. Против этого фарса высказался один человек, один человек из всех. Это Мустафан Аем. Остальные, те, которые были против, они проголосовали. Те, которые обещали добиться, они проголосовали. Те, которые совсем были непримиримые, они просто не участвовали, воздержались. Воздержались от голосования по такому ключевому вопросу. Ну, один думающий и один имеющий своё мнение и один имеющий позицию на всю Верховную Раду, это сейчас не реклама на Ему. Это антиреклама этому парламенту, который принял такое позорное, ганебное решение. Поздравляю вас с новым кабинетом министров. Откуда взялись эти министры? Да хрен его знает, откуда они взялись. За нас, за вас, за меня. Всё решили. Слава Украине. Слава Украине.